Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я рад начать новый вебинар, наш пятничный и праздничный вебинар. Сегодня у нас Татьянин день. И у нас, как говорится, нет ни одного повода, чтобы не пригласить сегодня в качестве спикера Татьяну. Сегодня у нас Татьяна Телегина и ее очередной вебинар, который называется «Презентация PowerPoint. Активности и интерактивности». Ну что ж, обычно я начинаю вебинар с того, что рассказываю о полезных ссылках. К сожалению, те полезные ссылки, которые я дал в начале чата, уже чатом унесены наверх. Поэтому я сначала дам анонс новых вебинаров и только потом повторю эти полезные ссылки. Итак, какие у нас вебинары ожидаются на будущей неделе? Следующие три вебинара. Давайте на них посмотрим. В понедельник, 28 января, мой вебинар, продолжающий наш трек про вебинары для ведущих вебинаров, состоявшихся и будущих, называется «Практические советы ведущему вебинара. Работа ведущего в эфире». 29 числа, во вторник, Марина Пивень проведет очередной вебинар по истории искусства и ее темы «Время реформаторов. Рембрандт ван Рейн. Мастер кисти и гравировальной техники». Наконец, 30 января новый вебинар, недавно появившийся у нас в нашей вебинарной сетке «Играфикация и поведенческая экономика». Выступит Иван Нефейдев, известный специалист по играфикации образования. Очень вам рекомендую, должен быть очень интересный вебинар. Приходите, не пожалеете, как говорится. Ну и давайте я все-таки продублирую нам сюда тот кусок информации, который я обычно даю. Наверное, информацию о том, что вебинар начинается в 12 часов, можно уже опустить, поэтому я укорочу ее немножко. Итак, вот эта информация. Четыре полезные ссылки. Первый из них ведет на сайт Директ Академии, на сайт расписания, в котором можно зарегистрироваться на все мероприятия ближайшего учебного года. Прошу прощения. Вторая ссылка, ссылка на YouTube, где сегодня ближе к вечеру появятся записи, в том числе и этого вебинара. А вообще-то хранятся записи уже более 400 вебинаров. Подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Третья ссылка для тех, кто хочет подучиться дистанционно, это ссылка на наше предложение онлайн-курсов. Там сейчас 9 курсов предложено, но в ближайшее время будет уже 10. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, которые вы сможете приобрести сразу после окончания сегодняшнего вебинара. У меня все. И я передаю слово Татьяне Телегиной, которую я от себя и от вашего имени тоже поздравляю с праздником, со студенческим праздником, с Татьяниным. Спасибо большое за поздравление, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Всех с праздником. Немножко так даже подрастерелась, и мышка у меня не хочет. Она тоже разволновалась немножко. Всех Татьян с Татьяниным домом, всех студентов, преподавателей, имеющих отношение к обучению с праздником студенческим. Ну и сегодня долго, надеюсь, мучить не буду вебинаром. Все-таки праздничный день, нужно праздновать. Поэтому постараемся его так немножко сегодня празднично провести. Чуть не забыла, кстати, презентацию в папку ресурсы я разместила, можно забирать. Презентация у нас сегодня небольшая, постараемся большую часть посмотреть все-таки в видеороликах. И сразу по технической части, насколько хорошо видно, слышно, видно ли рабочий стол, по традиции плюсики в чат, чтобы потом долго на это не отвлекаться. Ага, спасибо, отлично. Все есть, значит, можно начинать. Коллеги, я тут посмотрела записи на нашем канале Директ Академии на Ютьюбе. Сейчас презентация должна, Надежда Павловна, отображаться в ресурсах. Только что ее туда отметила, она должна уже появиться. Посмотрите еще раз. Если вдруг что-то не появится, отображается, да, видимо, какая-то задержка идет. Если что-то не откроется, не появится, ничего страшного, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте. Обязательно продублирую, перешлю все. Никого не оставим без ресурсов. И как-то так получилось, неожиданно, посмотрела я предыдущие вебинары, получился такой некий трек, если можно так сказать, такая серия вебинаров по PowerPoint. В 2017, по-моему, году мы очень подробно разбирали как раз тему активности, интерактивных элементов, как их создавать в PowerPoint. И мне не хотелось бы сегодня повторять то, что уже было когда-то, поэтому сегодняшняя наша встреча, наш сегодняшний вебинар, это скорее продолжение тех двух вебинаров. И на всякий случай ссылочки на них я вам прямые сейчас, чтобы не искать на канале, вам дам. Они пригодятся, потому что многие из вопросов мы разбирали как раз на этих вебинарах. Это вот одна часть, у нас было целых две части. И сейчас вторую ссылочку дам вам на вторую часть. Вот эти два вебинара можете ссылочки себе скопировать, потом посмотреть. Там мы очень подробно разбирали различные виды активности, интерактивности, и как создавать тесты простейшие с триггерами, и различные игры, шаблоны, викторины и прочее. Поэтому часть информации можно будет взять из тех вебинаров. Шаблоны к ним, по-моему, в группе я размещала в нашей группе на Фейсбуке, авторы научных публикаций. Но так получилось, что иногда туда я и по PowerPoint тоже что-то кидаю. Поэтому можно посмотреть и в группе. Если что-то заинтересует и нужны будут шаблоны, тоже, опять же, не стесняйтесь, спрашивайте. Это все, если что-то бралось, то бралось из открытого доступа, перерабатывалось, либо разрабатывалось. Но это то, что можно отдавать и раздавать и так далее. Поэтому сегодня мы скорее продолжим вот эту тему, начатую в тех двух вебинарах, и поговорим о нескольких элементах. Слишком много охватывать не будем, а скорее посмотрим несколько интересных элементов. Начнем мы с такого простого шаблона и посмотрим не только, как это работает, но и как это делается. Поэтому я взяла три таких, два шаблона и один такой элемент, таймер, как это сделать, как оно работает и где это можно применить. А вот, кстати, где это можно применить, это у меня будет вопрос к вам. Поэтому по ходу сегодняшнего вебинара посмотрите, подумайте, что из того, что мы с вами рассматриваем, то, что мы сегодня с вами увидим, разберем, где это можно использовать в вашем учебном процессе. То есть для чего, для каких задач, может быть, для каких-то игр, может быть, какие-то идеи придут в голову, не стесняйтесь. Пишите, пожалуйста, в чат, это вот наша такая сегодняшняя общая копилка. Подойдет, не подойдет, для чего подойдет, как это можно использовать. Ольга Геннадьевна, ага, так сразу ссылки на шаблоны сегодняшнего вебинара. Ссылки на шаблоны обязательно дам, но чуть попозже в конце. Дело в том, что выложить их в вебинарную комнату не получится. Слишком большой вес пробовала, да, система говорит, упс, извините, никак. Поэтому мы вопрос ссылками решим, и в конце я вам скажу, как и что можно сделать, чтобы эти шаблоны получить. Мне их не жалко, еще нарисуем. И начнем мы с вами, так, для разгона, с самого простого, так, нет изображения. Лада Витальевна и Вера Петровна. Изображение чего? Изображение чего нет? Рабочего стола или не отображается презентация? Евгения Юрьевна, ага, виртуальные выставки в PowerPoint. Да, отлично, отлично. Презентация, нет, презентация есть. Ну что ж, тогда начнем для разгона. Основные упоры я делаю на обучающие презентации, то есть те элементы, то, что можно использовать в очном обучении в первую очередь. У меня у самой очень много аудиторных занятий, все время придумываешь, чем бы еще заинтересовать, а не просто статичными слайдами. Да, конечно, много есть сейчас программ, есть и прези, и чего только нет, и можно создавать какие угодно интерактивности, но PowerPoint все равно остается такой рабочей лошадкой преподавателя, учителя, особенно на оффлайновом формате при проведении учных занятий. Но, к сожалению, мы тоже многие хитрости не знаем, и обычные статичные слайды не всегда интересны студентам. Евгения Юрьевна нам пишет, презентации для лекции были в PowerPoint. Да, это очень удобно. И самое главное, это можно еще использовать и для такого диалога со студентами, для активизации, простите за тавтологию, их активности, для создания игр, использования игр. И вместо того, чтобы носить там кучи папочек бумажек, картоночек и прочего реквизита, можно очень многое заменить именно простой, старой, доброй, рабочей лошадкой PowerPoint. Ну и про видео, кстати, Евгения Юрьевна, сейчас еще немножко скажу. Ну и все, не будем больше на вступлении уделять время тратить. И посмотрим, начнем с самого начала, посмотрим один из шаблонов. Самый простой шаблон и как его можно использовать, как его можно сделать. Ну вот, сейчас я попробую запустить видео. Вот такой шаблончик нашла в интернете. Это прямо-то я взяла чисто шаблон, он в открытом доступе есть, его можно скачать. Вот, да, простая, простая вещь. Появляется некий набор элементов, некий набор слов, которые нужно упорядочить и появляется ответ. То есть, там все было настроено автоматически, практически. И два запуска щелчком выше. Это на вход и на выход запуск слайда, и чтобы слова исчезли. Все остальное у нас там строится, настроено с помощью эффектов анимации. Как устроен этот шаблон, как это делается, вот эта вот небольшая активность. Казалось бы, очень просто, буквально там несколько секунд и чего там, но если посмотреть область анимации, то, так, сейчас попробую взять какую-нибудь указку или карандашик. Если посмотреть, да, все это делается с помощью анимации, но если открыть область анимации, мы увидим, что это достаточно непростая вещь. Ну, делается очень быстро. Два блока, которые устанавливаются на элементы, два эффекта используются. Это эффект входа и эффект выхода. Можно делать очень просто. Каждому элементу по два эффекта. Сначала делаем один элемент, настраиваем эффекты входа, и на него же делаем эффекты выхода, а дальше просто дублированием элементов, копированием элементов делаем по количеству, ну, здесь по количеству слов. И их заполняем. И два элемента вынесены за пределы рабочей области, за пределы слайда. Это ответы. И просто определен путь. Выбор также из эффектов. Определен путь, куда они у нас должны выскакивать. Все. Делается достаточно просто. Картинка вставлена не фоном. Картинка была вставлена просто картинкой на слайд. Мне это не очень понравилось. Я попробовала его немножко доработать и применить к своим задачам. Сделала такой небольшой опросник по нескольким темам на определение понятий. Посмотреть, как это будет работать. Вот что у нас получилось. Вот здесь я заменила картинку на фон. То есть вот это не картинка, это вставлено фон картинкой. И дальше я просто добавила вот сюда, перед появлением ответов, добавила тоже действие по щелчку мыши. В первоначальном варианте это было автоматически настроено. Ну, два таких коротеньких примера. Сразу хочу обратить ваше внимание. Вот этот второй слайд, если первый мне больше понравился, студентам, кстати, тоже, то вот здесь не очень удачный выбор картинки для фона. Вот если делать любые презентации там, где у нас текст на фоне, и в качестве фона мы выбираем картинку, здесь очень внимательно нужно смотреть на то, как это будет отображаться, как это будет восприниматься. Здесь сложность была с подбором цвета шерифта. Эти же цвета есть на картинке, и можно немножко запутаться. Несколько это сбивает. Не очень хорошо. Здесь очень трудно подобрать цвет шерифта так, чтобы это было видно. И если в ролике или на экране, вот сейчас, в принципе, это нормально, это читается хорошо, то когда мы вывели вот эту картинку на большой экран, в аудитории, воспринималось гораздо хуже. То есть сами студенты сказали, то есть они мне еще давали обратную связь по этому заданию, по этим слайдам, сказали, что сложнее читать. То есть впоследствии мы эту картинку заменили, сделали более нейтральную, хотя когда делаешь, кажется, что это здорово, это прекрасно, но на большой экран не всегда выводится так, как мы это делаем на рабочем столе и в редакторе. И даже при предварительном просмотре. С экрана восприниматься может совершенно по-другому. Поэтому на этот момент обращайте внимание, обязательно тестируйте все создаваемые элементы в той аудитории или в аналогичной аудитории, где вы потом будете показывать эту презентацию, чтобы вот эти нюансы на этапе разработки уже убрать. Хуже, когда они вылезают уже в процессе работы. Евгения Владимировна, этот шаблон можно использовать в литературных викторинах. Угадывание фрагментов. Да, угадывание фрагментов художественных произведений. Я думаю, что и при изучении, например, иностранных языков, все, что связано с языком, со структурой, правильно расположить слова, вот мы сделали на определение понятий. Можно какие-то формулы, например, в химии, в физике, правильно определить какую-то цепочку, например, в логике, то есть много где. Да, дата события, здорово, здорово. Вот это да, про историю, честно говоря, про дата событий немножко не подумал. Такой таймлайн может быть. Но здесь, да, Людмила Анатольевна, размер шрифта. Главное на картинке должно восприниматься как главное. Да, совершенно верно. Этот слайд мы потом переделали, увеличили размер шрифта, поменяли картинку и уже совершенно по-другому начал восприниматься. Кстати, и больше всего ошибок как раз шло, если на этот слайд. Хотя, в принципе, они это знали лучше. Потом воспроизводили эти определения понятий гораздо лучше. Конечно, я еще скажу, Людмила Анатольевна, красная на белом не лучший вариант. И специально показываю, да, не всегда то, что шикарно, но и то, что не совсем сработало. Красная вообще, особенно в сочетании с синим, это очень опасная такая вещь для использования. Потому что если вдруг садится лампа проектора, ваша красная превращается в серая. Если она еще на темном фоне, там вообще получается один темный фон, не видно вообще ничего. И цвета, да, цвета могут отличаться, поэтому с оттенками тоже очень осторожно, когда их подбираете. На компьютере все в одном цвете, выводим на экран, оказывается цвета несколько иные. Фон вывороткой Светлана Евгеньевна пробовали. Мы просто пробовали разные варианты фонов, но картинки как-то больше нравятся, больше запалим. Еще чуть подальше вам покажу, что мы на этом, конечно, не остановились. И мы добавили еще один небольшой элемент к нашему слайду. Усилили, так сказать, эффект. Мы добавили таймер. Вот тот самый таймер, который вы видите справа внизу. Все осталось то же самое, но появилась такая шоколадка около нашей чашечки кофе. Мотивирует, да. Быстрее искать ответ. Здесь я немножко подрезала, чтобы нам не тратить минуту, смотря как он тикает. Но вот сейчас обратите внимание на сам таймер. Видите, поменялся цвет. Мы придумали еще такую фишку со студентами. Что вот в эти красные, как только поменялся цвет, уже можно давать ответ. Да, все, таймер закрывается. Здесь по щелчку мыши я могу оставить какое-то время. Могу сразу вывести и выводится ответ. То есть, да, спасибо, Евгения Владимировна. Таймер – отличная идея. Мы с этим и столкнулись, когда пробовали вот этот опрос проводить без таймера. Ну, все-таки занятие по тайм-менеджменту, нам он просто был жизненно необходим. Поэтому встал вопрос, где взять таймер, как его сделать, какие вообще есть варианты. Ага, Евгения Геннадьевна. О, все, отлично. Пошел процесс, пошли рекомендации по дизайну сайта. Да, совершенно верно, центральную картинку можно было сделать меньше. Вот вам еще один вариант. Если вставила не картинкой, а вставила фоном, то получилась вот такая вот вещь. Да, он же растянулся по всему фону. На самой картинке чашечка гораздо меньше. Поэтому имеет смысл иногда не вставлять картинку фоном, а вставлять ее как вставленную картинку, вот как было в первом шаблоне с книгой. Тогда есть возможность с этим поиграть. Можно было вообще вырезать, например, чашечку и удалить фон. В PowerPoint есть такая функция удаления фона, вставить ее, уменьшить размер, а фон сделать каким-то, выбрать какую-то из тем оформлению, как в предыдущем вебинаре перед Новым годом, новогодний у нас был. Там тоже досочки были со снежком присыпаны, это уже готовая тема оформления. Просто можно было, например, взять ее оттуда и скомбинировать. То есть это можно... Хорошие мысли приходят после апробации. Сначала надо попробовать увидеть, что не так, а потом уже переделать. И здесь еще, обратите внимание, наверху видите белое краеблюдечко и текст, белый цвет шерифта уже надо либо по-другому располагать, либо действительно уменьшать картинку, чтобы это не было такими наездами и воспринималось лучше. Восприниматься будет, конечно, гораздо лучше. Как этот таймер делается? Вот, Наталья Сергеевна, мы сейчас подошли как раз к очень интересному, важному моменту. А как делается этот таймер? Сейчас буду раскрывать секреты. И покажу вам несколько способов, как эти таймеры можно делать. Да, кстати, когда берете готовый шаблон, начинаете под себя его перестраивать, обращайте внимание, как идет запуск. Здесь было два запуска клика мыши на вход. Я поставила еще на выход слов. Когда начинаем менять, удалять лишние элементы при работе со своим текстом или со своими формулами, остаются лишние, мы их просто удаляем. Смотрите, чтобы у вас не удалились те элементы, где стоит запуск по щелчку мыши. Иначе потом получается просто ерунда, когда запускаешь. Обязательно нужно проверять предварительный просмотр. Я вот ничем так маханула. Пришлось этот параметр восстанавливать. То есть вот такие вот вещи, они бывают. Таймер здесь запускается по кнопке старт. Это тоже можно сделать двумя способами. Либо через триггер, либо последовательность действий. Где и как живет таймер? Таймер у меня запускается после выхода слов, после их исчезновения. В принципе, его можно было бы поставить и вот сюда. Слова еще висят, запускается таймер, есть минута из имеющихся слов на экране. То есть эта подсказка остается. Собрать там определение понятия или расставить там даты события. И потом они исчезают. Останавливается, дается ответ. И после этого уже по щелчку мыши преподавателям выводится правильная вот эта вот часть, ректангловый текст, текстбокс, выводится правильный ответ. Вот он тоже стоит по щелчку мыши. Я поставила после выхода слов. Ну, у нас простое задание было. Ну, там скорее время было важнее, чем воспроизвести прям дословно до всех союзов и междомитий. Два элемента. Вот скругленный прямоугольник. Это наша кнопочка старт и сам таймер, который запускается по ней. Как он делается? Елена Ивановна задает вопрос. Это групповой тест или индивидуально? Это был опрос в группе научном занятии. Они разделились на команды. И каждая команда работала по принципу, соревновательный принцип мы вели. Кто быстрее даст и кто точнее даст определение понятия, тот зарабатывает таймерики, из которых потом складываются баллы. То есть вот такой групповой эффект. В индивидуальном порядке тоже можно использовать. Почему нет? Здесь просто нужно подумать, как это сделать. Елена Ивановна, мы это использовали в очном формате. Здесь мы не вводили текст. Здесь мы работали в аудитории. То есть это выводилось на экран. И они устно давали свои ответы. Да, устно. Можно это сделать и в интерактивном режиме. Можно задать правильный ответ по леводу, но там нужно будет уже использовать макросы. Вот это скорее для аудиторного занятия. Но если его доработать, то можно использовать и для дистанционной части. Правда, я не знаю, насколько это нужно для использования, например, в онлайн-курсах. Есть уже встроенные тесты, есть редакторы, которые позволяют это сделать. Есть на многих платформах уже свои наборы тестов очень богатые. Поэтому электронные тесты скорее для электронных курсов все-таки уместнее, наверное, делать там, а не мучиться с PowerPoint, который потом загружать с кормом, распаковывать и так далее. Это скорее для очного занятия, для такого разнообразия. Как сделать таймеры и ввести вот этот обратный отчет, где он нам вообще нужен и для чего. Для любых игр, тестов, опросов, викторин, для любых интерактивностей, где есть условия ограничения по времени. Либо на выполнение действий, либо, может быть, еще и на ответ. Вот как в предыдущем слайде мы могли, например, за красное время, как только таймер окрасился в красной, вы должны дать правильный ответ. До того момента, как исчезнет наш слайд, наш таймер. И самые простые таймеры, как их можно сделать. Сейчас я вам покажу несколько вариантов, как это работает и как это можно сделать. Так, еще одно видео. Давайте попробуем посмотреть. Сейчас так открываю. Вот, пожалуйста, вот такой слайд у меня работает. Кстати, игра идет уже не первый год и все время эффект вау, он срабатывает. Это коротенький такой переход от одной теоретической части к другой. Таймер, вот он у нас наверху. Ой, не знаю, как здесь на видео рисовать и стрелочками, по-моему, показывать нельзя, не получается. Да, ну вот он наш таймер вверху, 4 секунды. Он заполняется, за 4 секунды они должны выполнить некое действие, дать ответ. Во-первых, это привлечение внимания. Во-вторых, они ориентируются на время. Вот такой вот простой совершенно таймер, который был сделан с помощью простых квадратиков. Вот я просто убрала все лишнее из области анимации этого слайда. Это и такой, я бы не сказала, игрушка. У тренеров это называется подводка под тему какое-то задание, из которого потом вырастает теоретический материал. Такой небольшой элемент. И вот из чего состоит этот таймер. Вот как это выглядит в области анимации. Он запускается сразу с открытием слайда, поэтому все вводные я даю до того, как открывается слайд. И обязательно указываю, что время начинает отсчет с момента открытия слайда, так чтобы не расхолаживались. Вот эта вот первая часть, это вот отсчет времени, когда заполняется у нас сам таймер цветом. Потом вот эта часть, это когда он остается беленький. Вот был у нас промежуток такого затишья. Это тот момент, когда студенты дают ответы на вопрос. И вот вторая часть, когда мы повторяем наше задание, она аналогична первой. Где и как делается этот таймер? Это все сделано вручную с помощью эффектов анимации. Самая простая вещь, но простая не настолько уж и проста. В эффектах анимации выбираю цвет заливки эффект. Цвет заливки. В параметрах эффекта здесь сразу высвечивается. Выбираем цвет, который нам нужен. В нашем случае это был крайне красный. И дальше просто настраиваем параметры эффекта. Здесь я просто создавала, состоит это все из маленьких квадратиков. Вставка, выбор фигуры, создаем маленький квадратик. И все эффекты настраиваем на него. А потом на нужное количество времени мы просто рассчитываем и создаем нужное количество квадратиков. Потом я их просто сюда выстраиваю, убираю границы элементов. И он получается как единое целое. На самом деле там просто четыре одинаковых квадратика, состыкованные между собой. И в параметрах эффекта мы задаем цвет заливки, выбираем и выбираем стиль. Так, чтобы это было более плавно. Здесь я ставлю плавное начало, чуть-чуть плавное. Чтобы не сразу резко цвет бросался в глаза, а немножко так-то сгладить переход. И обязательно самое главное это время. Выставляем обязательно начало либо по щелчку мыши, либо с предыдущим. Но имейте в виду, если вы поставили на первый слайд по щелчку мыши и будете на первый квадратик, и потом будете его дублировать, то он у вас продублируется на все квадратики. Поэтому вот эту часть я, например, выставляю всегда уже после того, как элемент создан. Если нужно по щелчку мыши запустить весь таймер, тогда я тоже в самую последнюю очередь делаю. За этими квадратиками Елена Ивановна как раз кроется сам таймер. На самый первый квадратик я ставлю небольшую задержку вот здесь. На остальные ее тоже не добавляю. Остальные идут ровно по секунде. То есть там не 4 секунды. У меня вот этот таймер был рассчитан на 4 секунды. Здесь 4 плюс 0,2. 4,2. Для чего? Для того, чтобы немножко успеть сфокусироваться. Можно 0,5 поставить. То есть он запустится не сразу с момента открытия слайда. Сначала он стоял ровно, но либо может пройти задержка при открытии самого слайда. Либо студенты не сразу ориентируются, фокусируются. Поэтому такую задержку я все-таки сюда ввожу. И продолжительность. Это продолжительность, длительность вот этой заливки. Сколько заливается вот этот сам квадратик, закрашивается. Ровно на секунду. На 4 секунды, 4 квадратика по 1 секунде. Все нормально. На большее количество времени точно так же делается. Точно так же можно было. Там и на 15 минут мы делали. Но тогда здесь уже количество секунд, естественно, рассчитываем по количеству квадратиков. Вот такой, казалось бы, простой элемент. Но мне, опять же, простой таймер не настолько уж и прост. Захотелось как-то упростить, еще упростить процесс создания вот этой штуки. И я нашла несколько, еще пару приемов, как это можно сделать еще проще и еще быстрее. Елена Ивановна. Что должны делать студенты? Да, мы с ними разбирали, насколько проще подсчитывать вот это количество квадратиков, когда они находятся в системе. И это была такая подводка к новой теме, которую мы начинали разбирать, связанная с обзором задач, созданием эффективного обзора задач, систематизациями, информацией. По еще один вариант, как сделать таймер. Нашла вот такую, вот такую интересную вещь. Как не мучиться с квадратиками, как этот таймер сделать целиком. Создается два прямоугольничка, накладывается один на другой, выбирается для второго, второй чуть поуже выбирается цвет заливки. И дальше выставляется эффект анимации на выход уголки и влево-вниз. Это я точно воспроизвожу инструкцию, которая была дана в открытом доступе. Он есть, как сделать вот такой вот индикатор времени. Вот что я делаю, вот что у меня получилось. Параметры эффекта. И вот здесь в параметрах эффекта я выставляю нужное время. Например, не 0,5 секунд, а 10 секунд. И настраиваю триггер. Вот тот самый триггер, о котором мы говорили. Переключение по нажатию на кнопку старт. То есть я добавляю анимацию не к самой кнопке, а устанавливаю триггер на сам таймер. Он будет срабатывать. Вот этот эффект заливки будет срабатывать, если я нажму на кнопку старт. Вот эта связка, она делается вот здесь, в параметрах эффекта. Переключатель. И устанавливаем, какое действие должно быть выполнено. А вот что у меня получилось. Хотя в предлагаемом образце должно было выглядеть вот так. То есть убирается как-то некорректно. Вот убилась я с этим эффектом. Нет, все равно вот даже инструкцию по созданию я вам прямо здесь привожу, как это должно быть. Что делается, как это делается, мы с вами посмотрели. И вот что получилось. Убирается как-то не так. Снизу вверх, но не справа налево. Попробуйте, может, у кого-то получится. Я не знаю, у меня не получилось. То ли это глюк в эффектах, то ли что. Делала в 2013-м Powerpoint, а сама инструкция, по-моему, для 2003-го, 2007-го была. Вот это, кстати, тоже момент, на который стоит обращать внимание. Не все из предлагаемых шаблонов, которые рассчитаны на 2003-й и 2007-й год, в более поздних версиях, будет корректно работать. Поэтому их нужно обязательно проверять. И я его попробовала переделать. Я просто поменяла параметры эффекта. И вот тогда оно заработало. Получилось вот так. То же самое. Два прямоугольничка. Точно так же эффект анимации, только я поставила, не выбрала эффект появления, а не уголки. И вот, смотрите, теперь оно уже заработало. Уже примерно так, как и должно работать. То есть это вот самый, как мне показалось, самый простой таймер. Один эффект выхода, кнопку старт. Вообще можно убрать, можно запускать так. И либо установить на нее триггер, чтобы не перегружать презентацию эффектами анимации, лишними действиями. То есть сам запуск стоит на таймере, но запускается по клику на кнопку старт. И здесь проверяем просто эффект слева направо, как должно быть. Выставляем время, нужное нам 10 секунд, либо 60, либо сколько вам нужно. Переключение и запускаем. Можно, Евгения Геннадьевна, можно добавить и звук таймеру, можно добавить появление, выскакивание какой-то картинки. Опять же, анимация, как только закончилась, тот же самый триггер, как только закончилась, выскакивает какая-то картинка, например, предупреждающая или устрашающая, пугающая, не хотелось бы говорить. Вот это, на мой взгляд, гораздо проще делать, чем, вот этот прием, гораздо проще, чем мучиться с квадратиками. Начинали мы вот с этих квадратиков, но вот это вот гораздо проще, гораздо удобнее сделать. Можно сделать и одним прямоугольничком, второй можно просто убрать, ну просто, да, поварьировать, посмотреть. Но есть еще один более простой способ, еще способ упрощения, просто вставка видео, таймер, вставка и видео. Вставляется вот эта вот часть, это видео, да, и так же, как вот было на слайде с чашечкой кофе, в любое место поставили. Также на него можно ставить, добавлять различные эффекты анимации, можно его немножко приукрасить. Но, опять же, вот теперь он немножко выглядит по-другому, но это только перекрасится, только сама, как бы сказать, заставка видео. Да, вот эта картинка, когда запускается сам таймер, он будет ровно такой, как был записан на видео. Белый фон, значит белый фон, вот этой красоты уже не будет, если мы добавляем сюда какие-то эффекты, это только на вот эту картинку. Как работает видеотаймер? Совершенно простая вещь. На слайде мы уже это видели, как работает, а как делается, тоже очень просто, буквально делает двух секунд. Двух секунд. Вставка видео. Так, сейчас я верну немножко назад. И нажму на стоп. Вот. Самое главное, иметь разные наборы вот этих отсчетов таймеров на разное количество времени. Здесь от минуты 5-10 до 30 минут есть таймеры. Если кому-то интересно, и все, мы вставляем, и он у нас спокойно работает. Перемещать можно свободно в какое угодно место слайда. Что угодно с ним можно делать, можно увеличивать, уменьшать. Но при увеличении, при запуске, вот картинка выглядит вроде бы хорошо, но как только мы запускаем сам таймер, пошел отсчет времени. Видите, вот они пошли, кракозябли, пиксели лишние вылезают. Пошла распиксилизация, выглядит не очень хорошо. Поэтому либо делать его небольшим, если пользоваться готовым. Это вот готовые, кстати, записи вот этих фрагментов. Либо сделать просто свои хорошего, высокого качества записи. И здесь вообще проблем никаких. Таймер вставляется буквально на счет 3. За минуту можно уже сделать хороший такой таймер. Поэтому три варианта. Либо мы это делаем вручную, либо мы это с помощью средств анимации и установки триггера, либо мы это вставляем с помощью такого видео. Если нужны вот эти записи, есть таймеры, есть в формате AVI-видео, есть в формате GIF. Вот этот набор, вот эти два набора у меня есть от минуты до 30. Если будет нужно, вы мне просто просигнальте, я вам их, а по-моему, я их даже и скинула в папку, к которой я вам сегодня дам доступ. Если их там вдруг не окажется, вы мне просто скажите, я вам тогда их еще раз повторю и вышлю. Кому нужно, это вообще замечательная вещь. Останавливать его можно, да, кликом мыши по самому таймеру в момент проигрывания он останавливается. И можно также его отключать. Только маленькая вещь еще такая, если вы вставляете видео таймер, закрыть слайд, переход слайда, особенно в режиме редактирования иногда пугаешься, не один escape, а два раза надо нажать на клавишу escape. Если выйти, например, из полноэкрана, формата нужно вернуться обратно в редактор и что-то дорабатывать, особенно когда проверяем. То есть там два раза нужно кликнуть на мышь, поэтому не пугайтесь. Ну и вот так вот его можно вставлять куда угодно. Вот он работает, кнопка триггер. В принципе, получилось вроде некая композиция по времени. И, кстати, куда и как вставлять этот таймер, как будет он висеть у нас вот такой вот вставной челюстью, либо его можно встроить в какие-то шаблоны. Кстати, по шаблонам для PowerPoint. Вот эту ссылочку я сюда вставила в презентацию не просто так. Там есть несколько очень хороших таких приличных шаблонов как раз для слайдов с таймерами. То есть там электронные часы с дисплеем, указано время, и просто вот туда мы вставляем свой таймер. Вот этот. Тогда он уже не смотрится как-то лишней такой вставкой на слайде. Очень так хорошо вписывается. Но, опять же, эти шаблоны, это чисто шаблоны, это картинки. Самого таймера там нет. Таймер нам приходится добавлять самим. И посмотрите еще, да, вот эту вот ссылку я вам, откуда можно брать шаблоны для таймера. Проверила вирусов там нет. Скачивать можно спокойно, скачиваются они бесплатно. И еще одну напоминаю ссылку, где есть хорошие коллекции для шаблонов PowerPoint. Наверняка известный вот этот PowerPoint Base. Там тоже можно найти такие приличные вещи для оформления. Еще один прием хочу вам показать. А вот это уже немножко более сложная вещь с макросами. Связано с макросами. Кстати, еще много интересных интерактивных игр, элементов. Можно найти, но с поддержкой макросов. Вот, например, перетаскивание, перемещение объектов. Drag and drop. Есть такой макрос. Это немножко другое. Это называется, как же они называются, подвижные шашки, по-моему. Пробовавая drag and drop, то, что предлагается, не всегда работает корректно. Не совсем корректно он работает, вот этот готовый. Макрос. А вот этот работает очень даже неплохо. Как это выглядит? Вот еще одна такая вещь, которую можно использовать для себя. Во-первых, как это создается и как это выглядит. Создается очень просто. Создаем те элементы, которые нужно перетащить. И поле, куда их нужно перетащить, обозначаем на слайде. Вот создали самые простые три элемента, которые нам нужно перетащить в это поле. А дальше делается очень просто. Вставка, действия. И вот здесь выбираем пункт запуск макроса и вставляем нужную программу. Здесь move to. Move to это куда помещается для поля, куда будет перемещаться объект. Для самих перемещаемых объектов мы выбираем вот этот макрос, второй move him. Вот еще раз. Вот. И все. И теперь на все объекты мы вот это вот ставим этот макрос. Просто его задаем. Но для того, чтобы его задать, надо, чтобы он у нас был. А дальше, дальше вот как работает этот слайд. Объекты перемещаются. Да, возможно, это какие-то задания на перемещение объектов, на, может быть, даже на соответствие можно так сделать. Но этого, этого не достаточно. Мне, по крайней мере, показалось, мне захотелось нечто большего. Потому что, сейчас верну вам назад этот ролик назад и покажу, что мне, что меня не устроило. Так, ай-яй-яй. Назад, назад, назад. Ага. Вот. Когда мы перемещаем, здесь есть небольшой недостаток. Поле одно, объектов несколько. А макрос прописан так, что все объекты перемещаются в центр выбранного поля. То есть они накладываются один на другой. А как сделать так, чтобы они распределялись? Здесь два варианта, которые попробовала сделать. Да, и оба работают. Либо мы делаем одно поле, куда будем перемещать наши объекты. Также настраиваем действия. Макрос один и тот же. Также move to. А потом мы просто дублируем настроенный уже полностью элемент. Например, 3-4, сколько нужно. Ну, опять же, там, ну и дальше их выравниваем. Самое главное, чтобы они не сливались. Вот здесь как с таймером не надо, чтобы они сливались в одну. Иначе слушателю лучше, лучше, легче будет промахнуться. Ну, и дальше просто наводим уже красоту, выравниваем, распределяем. И все, теперь наши элементы будут вставать в линейку, в нужные ячеечки. Вот это, вот это очень такой простой, простая вещь. Делается, как видите, очень быстро. Самое главное, чтобы у нас этот макрос был. И вот тогда можно создавать. Этого тоже показалось мало. А если, а можно ли сделать еще по-другому? А вот теперь смотрите, у нас вроде бы одно большое зеленое поле, но три поля ввода. Их можно, кстати, оформить действительно как поле ввода, куда перетаскивать объекты или слова. Вместо кружочков, треугольчиков могут быть и текстовые блоки, которые мы расставляем. Например, вот сюда над названиями полей какие-то даты. А здесь у нас вместо фигур будут какие-то события. Нам их надо распределить. Пожалуйста, вот теперь посмотрите, я расставляю свои фигуры, но я не по серому полю щелкаю, а по зеленому, как бы промахиваюсь. Но они встают все равно в эти самые, в нужные мне поля. Что я сделала? Я просто взяла, сделала также три квадратика зеленых, три квадратика серых. На каждый из них поставила вот этот макрос MoveTo. Задала программу, что в него вставляется. И все дальше уже объекты просто вставляются туда. Но эти три квадратика я убрала контуры объектов, контуры границ. И получилось, как будто бы это одно зеленое поле. На самом деле там три квадратика. Именно поэтому объекты и вставляются ровно в этот квадратик, а не собираются все в кучку. То есть здесь простыми действиями, с объектами можно это настроить. Откуда берется эта штука? Это макрос, это не анимация. Это уже готовый алгоритм действий, такая небольшая программа, которая прописана в макросах. Значит мы его просто к себе устанавливаем. Если интересно, если нужно, то пожалуйста вы мне просигнальте в чат. Я посмотрю, есть ли у меня эти шаблоны с макросами. Вот например с этим макросом по-моему должен быть. Я вам тогда на него ссылочку дам. Да-да-да. Хорошо Елена Георгиевна услышала. А вот нужны. Окей. Значит по поводу макросов. Это беда. Коллеги сразу скажу, это беда для меня как для неинформата. То есть я не преподаватель информатики, я не программист. Не хочу говорить, что я в этом ничего не понимаю. Приходится, приходится понимать, приходится осваивать какие-то основы. Но Елена Георгиевна, спасибо за поддержку. Но тем не менее, вот пожалуйста, оно работает. Оно заработало. Есть несколько хитростей для нас неинформатов. Конечно преподавателям информатики или тем, кто знает Visual Basic. А все макросы в PowerPoint, они работают на Visual Basic. И вот здесь самая большая беда в том, что нет такого онлайн пособия или справочно-информационного какого-то ресурса. Вот по HTML, например, есть. Если возникает какой-то вопрос, я знаю, куда метнуться и где посмотреть. А Visual Basic я, по крайней мере, не нашла. Причем на многих форумах, где собираются специалисты, многие такие вот хаки, в том числе и в PowerPoint рассматриваются. Одна и та же беда, один и тот же, одна и та же печаль идет. Нет вот таких хороших подсказывалок, чтобы просто для непрограммиста объяснить, чтобы это сделать быстро. Поэтому, коллеги, у меня к вам просто большая просьба, особенно к информатам. Если вы знаете такие ресурсы, если вы знаете такие пособия, причем не просто, а вот ссылочку идите поищите, правда, книга уже лет 20 не переиздавалась. А вот где взять именно вот эти вот справочные материалы? Если есть такая информация, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста. Это действительно иногда возникает очень большая проблема, потому что открываешь и не понимаешь, а куда там чего вставить. Приходится пользоваться готовыми макросами, а иногда нужно привнести что-то свое и сделать это очень быстро. Поэтому, если будет попадаться такая информация, и в группе, пожалуйста, ей делитесь, или просто сообщайте. Будем как-то совместными усилиями искать. Первое. Все презентации, шаблоны, игр, активности, все, что есть, особенно с макросами, собирайте и храните в одной папке. Даже если вы сохранили какой-то шаблон, вот как с перемещениями фигур, там же стоят макросы, вы его сохранили в одной папке, скопировали и в другой начали делать свою презентацию, то лучше, чтобы это все находилось в одной папке, иначе у вас там макросы могут не запускаться. Второе. При копировании проверяйте доступность макросов, при необходимости их дописываем. Пугаться не надо, это все очень просто. Открываем вкладку разработчик, открываем макросы, сейчас я вам покажу, где это искать, и просто проверяем, чтобы там вот эта команда была записана. Если ее нет, тогда для нас не информатов копипастом из шаблона, который мы взяли, просто переносим этот код, копируем и вставляем к себе, для того, чтобы он был. Иначе просто работать не будет. Это бывает иногда при копировании слайдов из одной презентации в другую. У меня так пару раз перенеслось, но без макроса. Чтобы презентации сохранялись и работали, обязательно при сохранении презентации, а лучше, когда вы только начинаете ее создавать, сохраняете, и еще ничего туда не добавляли, сохраняйте ее сразу в формате с поддержкой макросов. А я вам тоже сейчас покажу, где оно есть. И параметры безопасности для работы. Если вот эти галочки и флажки не поставить и не снять, не переставить, то в вашей презентации макросы могут не заработать. И обязательно прописывайте надежное расположение вашей презентации. Это тоже я вам сейчас покажу, где делается. Вот эта вещь и вот эта вещь, они взаимосвязаны. Если у вас все сидит в одной папке, везде, где используются вот такие вот команды, то хорошо, чтобы это была одна папка. Тогда вам вот здесь в настройках безопасности меньше сущностей прописывать, меньше папок прописывать. Вы указываете одну, и она будет восприниматься уже как надежное расположение. где это и как это все делается. Вот эти правила, которые мы сейчас разобрали. А вот сейчас я вам это и покажу. Если видео запустится. Так, так. Ага, вот есть. Фу. Оно успело дойти до конца. Видимо, я не нажала на... Промахнулась мимо кнопочки стопы и испугалась, неужели у меня этой подсказки не осталось. Осталось, ура! Вот. При сохранении презентации. Сохранить как? Выбираем папку, куда мы будем сохранять нашу презентацию с макросами. И вот здесь мы выбираем... Вот. Да, вот здесь идет с поддержкой макросов. Тип файла, поддержка макросов. Вот ее мы и указываем. Потому что иначе, если вы будете сохранять с расширением PPT, PPTX, 2003-2007, либо будут... Если будут работать, то очень корявенько будут сбои, либо могут не работать вообще. Поэтому лучше сохранять с поддержкой макросов. Дальше. Идем в центр, в параметры. Так, сейчас посмотрю, успели мы или не успели. Где вот эти параметры устанавливать? С папками и со всем прочим. Так, что-то я с последним видео здесь... Да, немножко уже проскакиваю. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Нажимаю на стоп, а оно еще идет. Да, вот. Вот когда сохраняем, вот PPT, должно быть. Да, вот выбираем расширение с поддержкой макросов. Сохраняем презентацию. И дальше в ней уже спокойно работаем. А потом дальше идем вот вниз, параметры. Выбираем центр управления безопасностью. Выбираем надежное расположение. Это вот как раз наши папки. Указываем, выбираем ту папку, где сидят наши презентации с макросами. Добавляем. Теперь она у нас считается надежной. Система ее будет воспринимать как надежной. Дальше идем там же в центре управления безопасностью. Выбираем параметры макросов. И вот здесь важно вот этот флажок поставить, включить все макросы и предоставить доступ к объектной модели. Это делается для того, чтобы не пугать страшных слов, которые там написаны. Это мы просто делаем для того, чтобы иметь возможность вот здесь в редакторе править наши макросы. Где макросы живут? Почему-то у меня уже под конец не хочет работать кнопка... О, заработала. Кнопка паузы. То есть для нас важны эти два параметра. Надежное расположение и параметр макросов при установке. И дальше... И дальше вот. Проверяйте обязательно, чтобы сам макрос у вас был прописан. И чтобы он у нас... Чтобы он у нас... Да, вот, 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 вот. Вот сейчас я его остановлю. Попробую остановить. Видео начало жить своей жизнью. Раздела вкладка разработчиков. Выбираем макросы. И вот здесь, если у нас его нет, мы добавляем... Просто копируем, откуда этот код. Добавляем сюда... Команда insert. Добавляем модуль. И сюда прописываем. Просто вставляем тот код, который у нас должен быть в другой презентации. Если у вас открыто несколько презентаций, и у них есть макросы, не промахнитесь, чего куда вставлять. Выбирайте ту, куда вам надо вставить. Сначала ту, откуда мы вставляем. Копируем просто код и вставляем ее в нашу презентацию, где он должен сработать. И вот тогда он будет у нас... Затем мы его добавляем. Соседняя... Во вкладке соседняя кнопочка... Так, сейчас я ее даже попробую вам найти здесь. Показать. Одиннадцатый, по-моему, слайд. Вот. Нет, не он. Не он. Не он. Слева во вкладке... Во вкладке разработчиков слева у вас будет две кнопочки. Макросы и добавление макросов. Вот в добавление макросов мы его выводим, чтобы он у нас в этой презентации работал. Там все очень интуитивно, понятно, написано. И потом в... Вот это видео я вам тогда, пожалуй, тоже скину туда на диск, чтобы... И дам ссылочку, чтобы можно было его последнее видео, чтобы можно было его посмотреть. Да, оно начало уже жить под конец вебинара своей собственной жизни. Сложного в этом случае ничего нет. Единственное, что имейте в виду, если макросы создавались, вот эти команды, они создавались для 2003-го, 2007-го года, для PowerPoint. Они не всегда корректно могут работать в 2013-м. Бывают такие случаи. Пугаться этого не нужно. Если немножко разбираемся, там можно поправить. Если нет, ну просто ищем замену. Например, drag and drop можно вполне заменить вот таким вот макросом, который нормально работает, перетаскиванием объектов. Который мы сегодня с вами, кстати, и рассмотрели. Итак, коллеги, мы сегодня с вами добрались благополучно, надеюсь, до завершения нашей сегодняшней встречи. Я благодарю всех, кто сегодня с нами был. Кто принимал активное участие в нашем сегодняшнем вебинаре. И, кстати, коллеги, прежде чем прощаться и прежде чем дать вам ссылочку на диск с богатствами, где сидят вот эти шаблоны, я их вам специально туда все отобрала. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь заметил, я вот смотрела, вопросов вроде бы я не видела. Кстати, про полезные фишечки. Вот обратите внимание, вы видите вот эту красную полоску внизу слайда? Видели? А знаете, что это такое? Не, не таймер, не таймер, не а, не а, не время, не время. Знаете, что это такое? А вот смотрите, я сейчас полистаю слайды, обратите внимание. Да, макрос. Смотрите, что происходит с этой полосочкой. Прогресс бар. Это прогресс бар. Это тоже макрос, который сидит на этой презентации. Сидит в этой презентации. Но так как это PDF, поэтому здесь просто воспроизводится картиночка, а в самой презентации он есть. Вот тот шаблон, где собраны вот эти макросы, где собраны вот эти фишки, которые мы сегодня с вами рассматривали, ссылку на него я сейчас дам. И прогресс бар там тоже есть. Если вы будете делать, кстати, очень хорошая и полезная вещь для докладчика, либо для участников каких-либо выступлений. Только ставить ее нужно в самый последний момент, когда ваша презентация полностью готова. Она показывает, сколько уже слайдов от презентации прошло. Сколько уже. Ну и, соответственно, сколько осталось. Вот здесь уже все. Вот здесь мы приближаемся к концу. А здесь мы где-то находимся ближе к середине. Но половину мы уже прошли. Полезная штука, во-первых, для самого докладчика понять, сколько есть времени и сколько слайдов еще осталось. Ну и для слушателей, например, тоже бывает не лишним, можно ли еще подремать или пора гаджеты собирать. Поэтому вот такую вот фишку я вам тоже сюда добавляю. Но добавлять ее к презентации нужно, опять же, повторюсь, в самый последний момент, потому что я с этим столкнулась. Мы же любим в процессе редактирования дублировать слайды. И они начинают, вот этот прогресс бар начинает отражаться некорректно. Поэтому, когда уже все готово, вот перед финишным сохранением, просто добавляем этот макрос, смотрим, все окей, все будет работать шикарно. Цвет тоже, в принципе, можно менять. Любой цвет. Вот это как раз там поменять несложно. RGB. И просто меняем цифровые обозначения, берем из палитры. Вот такие вот фишечки я вам сегодня отдаю в пользование. И сдаю вам ссылку на Яндекс.Диск с шаблонами. Я их туда выложила все в одну папку. Вот я ее вам кидаю. Доступ по ссылке. Можно сходить, скачивать все, что там есть. И последнее видео я вам, пожалуй, про сохранение тоже попробую туда разместить. Его тоже можно будет скачать, маленький кусочек, на что нужно отмечать, когда мы работаем с презентацией с макросами. Плюс, там есть небольшое еще дополнение. Там сидит еще конструктор тестов в PowerPoint. Не в редакторе iSprint, а именно в PowerPoint. Но скажу сразу, не всегда, и не везде, и не у всех он работает корректно, потому что это все-таки более старая версия. Но попробуйте. Идея интересная. Эта идея тоже нашла у одного из разработчиков. По-моему, Комаровский. Но не доктор Комаровский, а, по-моему, Анатолий Комаровский. Это было выложено в интернете в открытом доступе. Поэтому авторских прав не нарушаю. Ссылку на автора даю. Но мне показалось очень интересным, как это устроено. Посмотреть. Можно взять попробовать. Скажу сразу, у меня не сработало. У меня не сработало. Но будем смотреть, будем разбираться. Посмотреть можно. Посмотреть, может быть, сработает у вас. Ну что ж, коллеги, на этом мы с вами сегодня тогда завершаем. Подарки розданы. Да, вот так получается, что в свои дни рождения, дни ангелы именины, больше люблю не получать, а раздавать подарки. От этого как-то больше удовольствия получаешь. Если будут вопросы по шаблонам предыдущих вебинаров, ссылки я вам на них давала. Давайте еще раз на всякий случай повторю. Посмотрите, может быть, что-то интересное найдете. И там мы очень много разбирали разных игр, тестов и прочего. Если будут какие-то необходимости в каких-то шаблонах, вы мне тоже, пожалуйста, сигнальте и пишите. Можно в группу, можно в личку. Сейчас я вам дам на нашу группу тоже ссылочку. Можно на почту. Все, что было на предыдущих вебинарах, этими шаблонами я с вами тоже, конечно же, с удовольствием поделюсь. Ничего такого секретного там пока нет. Спасибо, дорогие друзья, всех, еще раз всех с праздником, особенно Татьяна. Если будут какие-то вопросы, welcome, пишите, приходите, звоните, мы всегда рядом. И до встречи на новых вебинарах. Продолжение следует... Не расходимся на каникулы. На следующей неделе опять интересные вебинары. Приходите. Будет интересно, независимо от того, на работе вы находитесь или дома. Всем удачных выходных. Всех Татьян. Еще раз поздравляю с Татьяниным днем. До понедельника. До новых встреч в Директок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова